Слава нашему Господу Иисусу Христу! Амэн! Повернись и кому-то скажи, что Иисус на этом месте. Знаешь, это Твоё правозглашение. Когда мы это говорим, мы начинаем верить этому. И мы верим. Амэн! Потому что это Его Церковь, это Его тело. Естественно, Он на самом деле на этом месте. Аллилуйя! В прошлый раз мы сказали слово, да, веруй и прикаснись, да? А этот раз будем сказать, веруй и побеждай. Мы продолжаем вера, потому что это очень жизненно необходимо для каждого из нас. Амэн! Аллилуйя! Слава Богу! Иеремия, 32 глава, 17 стих. О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простёртую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Да? Амэн! То есть для Тебя ничего нет невозможного, это касается лично нашей жизни. Не для того, что для Бога нет ничего невозможного и всё. Нет! Для Бога нет ничего невозможного в моей жизни. Хорошо? Потому что это очень важно, как мы сегодня будем принимать это, так и будет работать нашей жизни. А мы хотим, да, что это работало в нашей жизни. Знаете, очень часто, когда звонят пасторы, ну я же дома слышу разговор, да, и так интересно, то, что касается вопрос веры, он одному вот так интересно совет дает, говорит, подожди, подожди, пока не получил слово. Другому, говорит, да, тебе нужно идти туда и это делать. Третьему, говорит, проси у Бога, а Бог да, знаете, по-разному, то есть вера действует в твоей и моей жизни. Амэн? Я хочу такой интересный вопрос задавать. Кто верою получил вот в своей жизни? Вот подними твои руки. Да? Амэн, амэн. И продолжается это в нашей жизни. Знаете, сверхъестественная Божия вера продолжается в нашей жизни. Амэн? Аллилуйя. Это очень важно, что мы так жили в нашей жизни, что я живу для того, чтобы верою жить. А это нам нужно каждый день, почти каждому нашему шагу, вот нужно нам иметь Божию веру, чтобы мы могли получать. Амэн? Слава Богу. Я хочу сегодня тоже говорить об одном хорошем женщине. Вот слушайте, вот Библия, как хорошо они верят, как хорошо они подходят к Богу, как хорошо они, знаете, делают шаги веры. Это очень хорошо. Но есть и хорошие мужчины, братья, что на самом деле они стояли в вере. Вот, слава Богу, что, знаете, в духе нет женщины и мужчины. Просто каждый мы можем верить. Амэн. Итак, посмотрите, зачастую требуется шторм, чтобы привести веру в действие. Да? Иногда так Господь нам двигает. Не всегда мы по благодати, сидя в своем месте, верим. Иногда происходят такие моменты, что нам нету другого пути, кроме веры. И мы уже высвобождаем наша вера, наше провозглашение, наш дух, наше сердце. Все на одно мгновение начинает работать в нашей жизни. Амэн? Аллилуйя. Знаете почему? Потому что Иисус знает, кто, где, когда. Он это все знает. Он знает, как работать с тобой, как работать со мной. Он знает, как ты будешь верить, как Он будет в этом моменте помочь тебе. Ведь Он же помогает нам. Это не то, что ты просто усилие употребляешь и все. Он просто помогает. Давайте открываем Матфей, пятнадцатая глава. И будем читать. И это очень интересная история. Знаете, постарайтесь каждой проповедь, когда вы слышите, принимать твой дух для тебя повседневной веры. Оно будет действовать. Сто процентно. Иначе, слыша хорошие проповеди, просто ничего не даст он в твоей жизни. Я скажу. Но когда ты принимаешь твой внутрь, твой дух. Знаете, вот так у меня есть такой привычка, можно сказать. Я читаю что-то о вере или что. Ставлю место этого человека мне. Это очень интересно. Я говорю, а как я поступал бы в такой момент? Я бы могла бы до конца пойти, посмотри, до конца я вижу уже результат. Я бы пошла так делать, как они. Я бы могла так делать, как они. Я бы могла. Ведь в нашей жизни тоже происходят различные моменты. Аминь. Оно связано с нашей семьей, с нашей работой. Не так ли? Нашей личной жизни. И здесь нам нужно просто прилагать усилие верой. Аллилуйя. Итак, посмотрите. Здесь есть очень интересная женщина. Я читаю 22. И вот женщина хананянка, видя из тех мест, кричала Иисусу Христу, ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Иисусу, посмотрите, пришла к Иисусу сильной нуждой. Это не просто так, что, знаешь, вот так, денег мало. Я прошу тебя, есть разные нужды нашей жизни. Это была сильная нужда. Во-первых, эта женщина была хананянка. Она не была иудеянка. Гречанка она была. Во-первых, она не была, не принадлежила Божьему народу тогда. И это чуть-чуть ситуация, знаете, вот так, осложняет вот. Она знала, что Иисус находится в этом территории. Фактически этот раз Иисус находилась, если мы до этого будем читать, территория, языческая территория он находился. И эта женщина, Слово Божие говорит, что услышала. Марк и Матвей чуть-чуть по-разному, знаете, вот так, ну, очень хорошо, когда ты соединяешь это два книга, вот, знаете, вот, очень многое ты понимаешь. В общем, эта женщина пришла, хананянка, не иудеянка, то есть не предложила Божьему народу. Она пришла с сильной нуждой к Иисусу. Дочь моя беснуется. Вы понимаете, да, что это значит? Давайте вот так здесь будем остановиться и посмотрим. Бесноватый человек живет в твоем доме, грубо говоря. Это не один день, не два дня, не третий, не три года. Может быть, с самого Рождества она была, она бесновалась. Что такое беснуется? Она постоянно возбужденный, наполнена злостью, может каждую секунду что-то натворить дома и на улице тоже. Все. Знаете, вот так вот, представляете, да, состояние мамы ее. Она постоянно следила. Может быть, ее было, я не знаю, уже взрослая она была, 20 лет, 15 лет, один, мы не знаем. Но факт, что она постоянно следила за дочь. Представляете, да? Уже ее ситуация. И смотрите, как только она знала, что вместо Иисуса Христа, она приняла решение. У нее было две моменты. Цель и вера к этому. Она пошла, нашла Иисусу Христу. Она сказала, сын Давидов, помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется. Она даже знала, язычница, она знала, что это сын Давидов, знала его историю. Не просто так она пришла. Она знала, что он от семени Давидова. Сын Давидов, помилуй меня, говорит. Дочь моя сильно жестоко беснуется. Помилуй меня. Потому что на самом деле, если взять ее ситуацию, было хуже, чем всякая, да, ситуация. Но она, слава Богу, нашла в себе цель и веру прийти к Иисусу Христу, чтобы получать свое благословение. Аллилуйя. Знаете, что интересно вообще в Библии? Мне очень интересно. Вера по-разному действует, с разными людьми. Кто-то говорит, нет, я буду прикоснуться одежды к рай Иисуса Христа. Кто-то говорит, помилуй меня. А Иаир вообще сказал, помните эту историю? Приходи в мой дом, возлагай руки на мою дочь, чтобы она осталась живым. Сосудник вообще сказал, говори слово, и слуга мое исцелится. Посмотрите, по-разному действует наша вера в различном ситуации. Поняли, да, что я говорю? Оно, знаете, по-разному проявляется в нашей жизни. Кто-то из вас будет сказать, Господь, дай мне слово для этой ситуации. Кто-то будет сказать, я хочу, Господь, что Ты возлагал Твои руки на меня через какой-то служителя. И я получу мое исцеление. Кто-то сам ищет, говорит, нет, я буду прикоснуться Богу. По-разному, да? А кто-то вообще будет говорить, отправь слово. И это дело будет, Господи. Вы понимаете, да, почему я это говорю? Чтобы вы знали, что разные ситуации есть в нашей жизни. И по-разному Бог может верою действовать в нашей жизни. Но в любом ситуации для тебя и для меня нужна усиленная вера. Аминь. Чтобы мы имели эту усиленную веру. Аллилуйя. Итак, посмотрите. Слово Божие говорит, да, еще мы читаем, что Он говорит, нет ничего, да, невозможного для, что? Для верующего, верующего, тех людей, невозможного, нет ничего. Для тех людей, которые верят. Это очень сильно нужно в нашей жизни, что мы имели веру. Аминь. Слава Богу. И далее посмотрим. Это очень интересная история. Я знаю, вы все знаете эту историю. Но давайте сейчас посмотрим по-новому. Чтобы принять по-новому, чтобы, знаете, принять от Бога, мы должны просто смотреть, что даст Господь сегодня нам новое. Аминь. Аллилуйя. Итак, посмотрите. Но Он не отвечал ей ни слова. Иисус не отвечал ни одного слова. Представляете? Вы всякие усилия употребляете. Все делаете. Но ответа нету. Интересно, да, это? В нашей жизни нету ответа. Молчания. Иногда люди мне спрашивают. О, если Бог молчит. Я говорю, если Бог молчит, Его молчание, есть Его работа. Он никогда не молчит, чтобы, знаешь, сказать, все, давай, мы с тобой уже не разговариваем. Как маленькие дети. Нет. Его в молчании есть Его божественный труд. Знаете об этом. Ведь ты, когда молишься, Его присутствие постоянно-то есть, правильно? В твоих молитвах с тобою, да. Это Он. А если Он молчит, не значит, что Его присутствие Оно оставляет тебя, а Он уходит. Такого не бывает. Если Он молчит, Он знает, почему молчит. Он знает, что делает это время в твоей жизни и моей жизни. Есть момент молчания Божьего. Здесь молчал Он. Просто ничего не сказал. Аллилуйя. Итак, посмотрите. Аллилуйя. Я хочу сказать, что здесь присутствие Божие. Его помазание на этом месте. На тебя прямо, где ты сидишь. Амин. Аллилуйя. Слава Богу. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его отпусти ее, потому что кричит за нами. Представляете, какая усилия употребляла эта женщина. Все. Эмоция, вера, все. Умоление, просьба, все. Все она употребляла, чтобы это получить у Бога. Знаете, эти люди для нас сильные примеры. Очень сильные примеры в Библии. Чтобы мы, видя их жизнь, двигались полностью, наполненно духом веры. Амин. Я хочу сказать тебе, что когда дьявол шепчет на тебя, твоя вера не работает, не действует. Я скажу тебе, это сам сатана говорит тебе, чтобы остановить тебя. Мы знаем, да, что наша вера действует его волей. Поэтому нам нужно просто пребывать его воле, узнать его воля и потом двигаться в этом усилии. И тогда стопроцентно, стопроцентно, я говорю, ты получишь Божий ответ. Не пятьдесят, стопроцентно Бог ответит тебе. Я не знаю до сих пор, как мы жили, но если ты будешь так жить, так двигаться духом веры, ты увидишь очень многое. Ты увидишь много ответов Божьих. И ты явно будешь сказать в своем сердце, точно, это Бог работает со мной и моей верой. Аминь. Аллилуйя. Итак, посмотрите. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Но Он не отвечал ей ни слова, и ученики, да, мы сказали, да, ученики, знаете, вот так вот. Ученики сказали, что-нибудь говори, лишь бы что-нибудь. Пусть она уйдет, она кричит. Она не дает нам, знаете, вот так вот, вот так надо, вот так надо. А это понравилось нашему Спасителю. Сто процентно, я говорю. Вот так надо, усердно, сердцем. Может, ты громко не кричишь, но кричит твоя сердце громко к Богу. Это очень хорошо, это очень правильно. Наш Спаситель хочет, что мы до конца прилагали усилия и приняли, потому что Он обещал нам очень многое, то, что мы должны принимать и иметь в нашей жизни. Аминь? И так далее мы пойдем. Очень интересная история. 24 стих. Он же сказал в ответ, Иисус говорит эту женщину, я послан только погибшим овцам дома Израилева. Явно говорит, да, ты пришла, да, ты хочешь, да, я знаю, это хорошая, сильная, огромная нужда, то, что ты хочешь получить, потому что твоя дочь беснуется, я понимаю, что такой беснатый человек, я понимаю, что ты милости хочешь, помилуй, говорит мне, не говорит, помилуй мою дочь. Иисус, помилуй меня, посмотри мою ситуацию, как я живу эти годы, помилуй меня. Но он говорит, ответ женщину, я не послан для тебя, для твоего ответа, я послан для только израильских детей, для Израиля. Явно Бог так говорит. Я говорю, интересно, да, Божья, вот чудесная политика, знаешь, больше возбуждает веру в этом женщине. Не то, что хочет, чтобы эта женщина сказала, ну ладно, было, было, не было, не было, нет, он не поднимал здесь сомнения или неверия, он больше поднимал в нем веру, потому, потому что она верою должна была получать милость Божьей, очень часто тебе и мне нужно верою получать милость Божьей, очень часто мы видим, что Бог медлит, очень часто мы видим, что Он молчит, очень часто мы видим, что Он ничего не говорит, вспомни эту историю когда такое происходит с тобой твоей жизни вспомни эту историю это поможет тебе и так слава богу фактически он уже отказал женщину милость отказал женщину да вот такой ситуация так показывает на видим образом видимо мы видим что он отказал эту женщину не хочет полностью помиловать хорошо но посмотрим дальше что эта женщина что она делала она подойдя клонялась ему и говорит господи помоги мне то сказал помилуй меня то говорит сейчас помоги мне клонялась это низкий поклон делает богу она не отступает своем вере она остается там то место где она была она не сказала ну господи ну всем ты исцелила освободил я знаю я слышала ты сын давидов ты бог господь сделал она осталась своем позиции позиция веры это называется я и ты остаемся в нашем позиции веры даже есть и сейчас наш господь молчит а мы а мы мало слушаем но это другое дело конечно слава богу он же сказал в ответ нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам господи ухудшила ситуация со стороны бога не хорошо говорить взять хлеб и отдать собакам это вообще не хорошо почему раньше язычникам этот людей сказали язычникам псы то есть собак потому что они жили идолопоклоннической жизни то есть не чистой жизни как не хорошо взять хлеб то есть моя милость и дать тебе собака здесь а если ты будешь твоих вот знаешь вот так вере слышать такое как ты знаешь строгое то что господь говорит что ты будешь делать ты будешь оставить все это или будешь продолжать верить богу это слово нас называется веру и побеждай я знаю это была победа настоящая это не была простая вера посмотрите какая оскорбление от господа нашего ты собака я не хочу тебе помиловать я не хочу что твоя дочь исцеления получили исцелению потому что ты собака я хлеб не дам тебе фактически это так аллилуйя слава иисусу христу и смотрите что она говорит она же сказала в ответ она же сказал она сказала так господи но и все едят крохи которые падают со стола господь их посмотрите не отступает она не уходит от бога никуда не уходит да он говорит да господи собака ты говоришь мне собакой даже если жираф ты сказала мне я этот момент согласился бы господь почему потому что знаю у тебя есть глагол и вечной жизни потому что знаю у тебя я могу найти только покой и мир потому что знаю ты целитель потому что знаю ты освобождаешь потому что знаю все мои ответы вопросы в себе собака собака нормально эта женщина очень победоносная я очень люблю ее вера она прошла все эти экзамены да фактически это твоя жизненные экзамены то что ты проходишь а как ты проходишь это аллилуйя и она говорит она сказала так господи но псы едят 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 идят крохи которые падают со стола господь их да господь я согласна крохи потому что это тоже самый хлеб какая разница господь главное что я буду принимать эти крохи в этом есть твоя благословение отец в этом есть твоя сила крохи твоим я и это согласно господи главное чтобы получать это от тебя главное чтобы угодить тебе в этом деле главное чтобы получить от тебя я угождаю тебе господь моей верою а ты угождаешь меня победою аллилуйя это бог это его характер а если вдруг такое было нашей жизни что мы сказали о я просил у бога он он мне не дает а ты посмотри ты думаешь так легко не легко но очень приятно значит каждым шагом иисус когда молчал он знал почему так делает почему умножалась в нем вера больше умножалась усердие потому что она была любящая мама она была знаете вот так вот интересная вот знаете вот так женщина она мама но еще имела хорошие вера а мы поэтому благословить тебе и мне сегодня чтобы мы прошли этот путь мы не хотим мы не хотим человек не хочет хочет сразу раз получать нет пройти иди потому что в этих моментах ты больше укрепляешься в этих моментах больше укрепляется твоя вера усердие книга откровения говорит ты не холоден и не горячь господь господь не хочет чтобы ты был не холоден не горяч господь хочет чтобы ты был огненным господь хочет чтобы ты был верующим господь хочет чтобы ты прошел вот эти моменты верою аминь верою нам нужно да конечно очень часто мы не понимаем эти моменты Мы оставляем это, отступаем от веры. Но Бог говорит, ты тоже можешь делать так, как эта женщина, стопроцентно. Знаешь почему? Ты уже дитя Божье, она была хананянкой. Она была отвергнутой, но она получила свое, но она достигла, но она взяла свое. Аминь? Почему? Для того, что у него была усердная, сильная вера во Христе Иисусе. И так он говорит, да, Господи, помоги меня. Уже что? Сначала говорит, сын Давидов помилуй, потом, Господи, помоги меня. То есть она уже приняла его господство. Помоги меня, пожалуйста. Да, есть и крохи, Господь, я согласна, Господи. Есть и мало даже. Я согласна, Господь. Главное, что получить мою победу. Аминь? И давайте посмотрим, что говорит здесь Слово Божие. Это Иисусу понравилось. Знаете, очень сильно понравилось, что она, знаете, усердно начала стоять двумя ногами. И, знаете, вот никуда она не ходила. И верила она, и просила, продолжала, продолжала. Я верю, что очень сильно она понравилась в этот момент Иисусу. Очень сильно. Посмотрите, ответ Иисуса Христа что говорит? 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ. О, женщина, велика вера твоя. Твоя, посмотрите. Бог говорит, сам Бог, велика вера твоя. Бог хочет, чтобы ты и я имели великая вера. Не просто вера. Вот посмотрите. В этом ситуации она проявила великая вера. Знаете, в нашей жизни всякое будет. Мы ходим, да, живем, да. Конечно, живее люди. Но Бог хочет иногда проявить веру. Иногда проявить великую веру. Иногда просто не молчать. Иногда просто, знаете, не сидеть. У нас не сидящая вера, ходящая вера во Христе Иисусе. Она живая вера. Она действует нашей жизнью. Она приносит ответ от Бога. Его хочет вот так. Кто-то молится за детей. Я слышала, очень много матери молятся за детей. Слава Богу! Продолжай верить до конца. Знаешь почему? Потому что этим путем Господь даст тебе великая вера. Не вера просто. Кто-то молится за свою личную жизнь. Бог даст тебе великая вера пройти и получать. Кто-то молится за работу, за финансы и так далее. Бог даст тебе. Даст тебе веру получать. Продолжение нищей духом. Блажение нищей духом. Это пятая глава Матфея, по-моему, второй стих. Блажение нищей духом. Настолько эта женщина проявила духе нищета к Богу. То есть потребность. То есть жажда. То есть приближится. Иаков говорит, приближайся к Богу, и он приближится к тебе. Посмотрите. Это был процесс. Это, знаете, ну не пятминутная работа для нас. Это наш жизненный процесс. Мы проходим процесс. Мы в процессе. Чтобы получить то, что Бога. Блажение нищей духом, ибо их есть царство Божие. Аллилуйя. А в царстве Божием есть все. Амин. Аллилуйя. Знаете, мне нравится, когда говорят, сильнее берут. Сильнее берут. То есть кто такие эти сильные? Давайте вот так скажем. Сильнее это те люди, которые верят Богу, который идет вот этот процесс, который смотрит на Богу, который не сдается в этой жизни, который продолжается верить, 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 который поднимается в вере во имя Иисуса Христа и получает свою победу. Вот сильный человек. Сильный человек – это не ты, что, знаешь, вот так, я сильный, я все могу пару слов шлепнуть на твой лоб, что вообще ты знаешь, что… Это слабый человек. Это не сильный человек. Сильные люди, они мудрые. Сильные люди, они верят. Сильные люди, они каждый день наполняются Словом Божиим. Почему? Чтобы проявиться дар веры в нем. Потому что Слово Божие говорит, что, что, вера от чего, от слышания, что? Сплетня? Нет. Вера от слышания Слова Божьей. Халлелуя. Да, я слышу, я читаю, Господь. И моя вера каждым днем умножается. Растет моя вера. Я расту в вере. Ты сам поймешь, что ты растешь в вере. Что у тебя есть вера. Знаете, есть люди, которым мы звоним и говорим, слушай, молись за нас, чтобы это и это случилось. Почему? Они верят. Они пребывают в Слове и в молитве. И мы знаем таких людей. И слава Богу, что есть такие люди. Но ты можешь стать таким. Аминь. Потому что у тебя есть Дух Господа Бога. У тебя есть Дух Святой. Это достаточно, чтобы тебя ввел дальше путем веры и победы. Не так? Так. Аминь. Поэтому Господь хочет, чтобы мы, знаете, пару раз были вот эта женщина, хананянка. Чтобы, знаете, вот так, видя его усердие. И там Господь начал уже хвалить ее веру. Потому что Богу нравится такая вера. А то, знаешь, мы сидим там. Да, Господь, я верю. Благослови. Прикоснись. Помилуй. И так не получаем. Почему? Вложи. Может быть, тебе нужно не сидеть, а ходить, как эта женщина. Может быть, тебе нужно не ходить, а просто прикоснуться. Может быть, тебе нужно говорить, я ожидаю Слова, верю полностью, Отец. Дай мне Твоё Слово, чтобы я знала, как дальше двигаться в вере. Знаете, вот так это есть водительство Духа Святого, то, что есть в нас. У каждого есть в вас Дух Святой. Знаете об этом. И вы можете обращаться. Эта женщина не знала Духа Святого. Эта женщина просто верила. А мы знаем Духа Святого. Потому что Он обитает в нас, Он живёт в нас. Он дышит через нас, Он говорит через нас, Он радуется через нас, Он видит через нас, Он может делать многое через себя и через меня. Аминь. Аллелуя. Слава Богу. Слава тебе, Иисус, дорогой. Да. А то Бог молчит. Правильнее делает, что молчит. Если сейчас Он не молчал, ты мешал бы Его. И твоему веру тоже. Битие. Один хороший патриарх есть там. Его имя Яков. Всю ночь он боролся, молился. Раз приходит ангел Божий, он держит и говорит, пока ты мне не благословишь, я тебя не отпущу. Представляете, ночь. Молится. Один. Ещё и поймал Божьего ангела и говорит, пока ты мне не благословишь, я тебя не отпущу. Вот такая вера Господь хочет. И что сказал? Как тебе имя? Ангел даже удивился. Мы иногда можем удивлять Богу через правильную, устойчивую веру. Да, я хочу так делать. И знаешь, что ты хочешь так делать? Аминь. Как тебе имя? Яков? Нет, раз ты такой храбрый парень, я буду менять твое имя. У тебя есть вера. У тебя есть устойчивая вера. Ты стоишь двумя ногами. Я буду менять твое имя. Отныне не будешь, Яков. Через тебя буду менять все народы. Израилем ты будешь. Через тебя будет меняться имя этого народа, потому что ты знал, как обращаться с Богом. Потому что ты знал. Ты поймал. Ты сказал. Ты взял свою победу. Вот Господь так хочет, чтобы мы были. А то, знаешь, тысячи слов говорим, голова полностью наполнена словами, а здесь неизвестно что. Господь хочет и здесь. Здесь неплохо, когда есть у нас. Слава Богу. И здесь. В духе. В духе. Чтобы мы проявили нашу веру. Что мы молились. Эти патриархи очень многое не видели. Вчера мы на молодежном служении об этом чуть-чуть там говорили. Эти патриархи очень многое не видели. То, что просили Бога. Но они верили. Но сейчас ты и я видим то, что они не видели. Мы продолжаем их веру. Они верили и дали нам. А мы сейчас видим и принимаем. И верим. И идем дальше. Очень многое сегодня Господь дал тебе. Слово Божие говорит, что один человек есть по имени Иаир. Он был начальник. Знаете, вот так. Не такой простой человек. Он пришел к Иисусу, говорит. Падал у ног Иисуса. Посмотрите, мужчина в Израиле. Он падал у ног Иисуса. И сказал, приди ко мне домой. Потому что это была его вера. Он хотел видеть, как Иисус возлагает руки на дочь. А Иисус знал, что такая вера нужно проявиться, проявить Иаиру. Он говорит, да, я иду к тебе домой. Обязательно. И слава нашему Господу Иисусу Христу. И знаете, что произошло на дороге? Пришли, сказали, слушай, Иаир, не утруждай учителя. Твоя дочь умерла. И что произошло? Тут же Иисус начал поддерживать веру Иаира. Он не сказал, давай посмотрим, как будет он реагировать. Он идет, идет домой, на дороге, говорят. И тут же говорит, не бойся, только веруй. Твоя дочь не умерла. Вот посмотрите, по-разному Бог поддерживает тебе и мне. По-разному Бог проявляет в Своем милости руку. Где-то молчит, где-то говорит, не бойся, только веруй. Я тебя не оставлю или не оставлю. Я с тобой. Где-то Он говорит, подожди, я буду чуть-чуть молчать, чтобы Он штурмал небо. Где-то Он говорит, подожди, я буду вот так поступать. Но Он поддерживает твою веру. Ты не один. Мы видим нашу немощь, но Бог видит веру. И я скажу тебе, то, что Бог дает, это стопроцентно. Немощь не идет впереди нас. Наша вера идет впереди нас. А немощь остается, да. Ты немощней сегодня, может быть. Да, может быть, ты исцелился. Да, может быть, ты очень много не получил. Это немощь, я понимаю, неотвеченные молитвы. Но идет впереди тебя вера Божия, которая открывает небо, и пусть для тебя и для меня. Аминь. Аллилуйя. Вот Господь хочет видеть в нас, тебе и мне, эту веру. Даже если Он молчит, даже если тебе кажется, что Он не хочет сейчас благословить меня, все равно благословит тебе Он. Аминь. Чтобы мы в этом были. Не допускайте никакой, знаете, вот так вот бесовское сомнение, или не веря, или раз ты начинаешь уже по-другому. Нет. Как ты ходил в духе, так и продолжай ходить в духе. Есть ответ. Есть победа. Есть благословение. Есть милость. Есть помощь от Бога. Есть в твоей моей жизни это. Потому что Он сказал, я не брошу тебя, не оставлю тебя. Ты мой. Я родил тебе. Аллилуйя. Воздай слава Богу. Он наш родитель. Говори, Он мой родитель. Даже если здесь есть зали, который не имеет отца и мать, знай. Он твой родитель. Он и на место отца тебе, и на место мать. Он никогда не брошит тебя. Никогда. Запомните. Он родил. Он не будет убивать того, которым Он родил. Амин. Когда Он родил, Он говорит, я хочу, что ты жил. И возвесил дела Господни. Амин. Мы будем жить. И мы будем возвесить дела Господни. Мы будем верить. Мы будем наполнены духом веры. Это так интересно так жить. Это так хорошо так жить. Вместо ропота вера, провозглашения, правильные слова на твой адрес, на твою жизнь, жизнь твоих близких. Вместо ропота вера и провозглашения, правильное провозглашение Слова Божия. Господь так хочет воздаст тебе через эту. Посмотрите. Вы думаете, Бог не знал, что в таком-то городе, селе есть один бесноватый человек, ребенок, дочка. Он все знал. Но Он хотел, что в вере мамы действовало это. Амин. И так Он хвалил эту женщину. Он сказал, велика твоя вера. То есть, мне нравится твоя вера, то, что ты могла двигать меня, то, что ты могла менять мой взгляд относительно в тебе и твоей жизни. Спасибо, слава Богу. Да, иногда Господь говорит, я благодарна, что такие люди есть, которые могут двигать меня, которые могут зажигать мою руку, десниться. Халлелуя. И сегодня это ты и я. Не смотри на эту женщину. Я что сказала? Вместо этой женщины мы сегодня. Это мы сегодня. Бог хочет вот так видеть твою веру. Не надо классическую веру показать. Такую интеллигентную веру. Покажи такую веру, как у этой женщины. Халлелуя. В вере есть огонь Духа Святого. В вере есть Его помазание. В вере есть Его Слово, Его рука. Он сам. Он живет в твоем вере. Халлелуя. И Он хочет, чтобы мы, знаете, дерзновенно ходили этот путь. Амин. Может, ты скажешь, а ты знаешь, я как-то верила, молилась, и по-другому Господь ответил. Я поэтому сначала сказала, Господь знает. Кто, где, куда. Он все это знает. Очень много вещей ты будешь узнать на небесах. О твоей вере. То, что ты сейчас даже не понимаешь и не представляешь. Но Бог тебе будет показать очень сильно, великое, то, что ты получил на этой земле через веру Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Две хорошие вещи, весь момент есть в нашей жизни. Цель и вера. Вот эти две. Потому что мы не можем верить без цели. А что ты будешь верить? Да я верю, 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 верю. И в конце концов верю. Бог говорит, а что ты будешь верить? Скажи, чтобы я тоже мог участвовать в своем вере вообще. Или отвечать тебе. Или что-то. Нет, я верю. Знаете, вот вы слышали, да, иногда про... Верю, 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 верю. Да ты цель поставь, потом верь. Аллилуйя. Чтобы Бог тоже пришел на это. А пока цели нету, верь сколько хочешь. Ну и полгода верь. И дальше что? Нет, Господь, я поставляю вот эту цель, мой отец. И вот вера, Господь. Благослови, Отец, чтобы я верила этому. Чтобы я ставила все мое, Господь. И время, и усердие, и молитва, и слова, и сердце, и душа, и дух, и тело можно. Слава Богу, чтобы я ставила, Господь, на это жертвенник. И знайте, что вы не одни. Аминь. Пусть дьявол не обманывает тебя. Пусть твои уши не обманывают тебя, что ты один ходишь, такой бедненький. Я такой, да нет. Ты дитя Божий. Запомни постоянно. Не то, что помазай, помазай. Скажи, он помазал меня уже. И он умножает это помазание. Однажды Господь меня обречал. Помазывай, помазывай, помазывай. В моем сердце я слышал, да я тебе помазал уже. А, я говорю, прости меня, Господи. Умножай это помазание тогда. Да, это другое дело. Помазал Господь тебе. Даже если ты это не знаешь и не представляешь, я скажу тебе. Я сегодня, знаешь, говорю от имени Господа Иисуса Христа тебе. Он помазал тебе. Он помазал тебе. Говори, он помазал мне. Все говорите, все не говорите. Он помазал мне. Видите, трудности тоже есть. Но он помазал тебе, я говорю. Он помазал тебе. Это его сила. Его помазание, это его сила. Если бы не его помазание, ты не мог ходить в этом мире. Очень трудно было бы для тебя, но он помазал тебе, чтобы ты ходил, чтобы ты победил, чтобы ты жил в святой жизни. Он помазал для этого. А да я не могу, не можешь, если захочешь. Я не могу это бросить, я не могу это оставить. Давай найдем человека, который будет помазать елеем, который будет возлагать руки. Да нет! Он помазал тебе для этого, чтобы ты мог противостоять любому греху. Он помазал тебе, запомните. Не уничижайте его помазание. Это его сила, это небесное, это сверхъестественное. Это Иисуса Христа. Аминь. Если бы он не помазал бы мне, как я мог бы, знаешь, вот так на русском языке. Знаете, мой ум это не понимал бы. Но он помазал меня, и он помазал тебе. Халлелуя! И его помазание каждый день нужно тебе и мне. Знаете, цените, что есть у вас. Цените. Господь хочет, что мы, знаете, вот наши ценности. Мы имели и знали наши ценности, что есть в нас. Мы очень часто говорим, вот это есть в Боге. Вот, да, слава Богу, есть, конечно, очень сильное. Но и есть в тебе. В тебе есть это. Может быть, давным-давно ты сдавался, твои руки уже опустились. Но я говорю тебе, подними твои крылья. Потому что у тебя есть помазание Божие. Ты помазанный человек. У тебя получится. Почему? Есть Божие помазание. Есть Его сила в тебе. Просто ты не хочешь трудиться. Кто-то скажет аминь? Мало аминь. Да, нам надо еще трудиться. Посмотрите, как трудились люди в Библии. Апостолы. Служители. Как они трудились. Как они получали. Евреи 11 глава говорит. Ряд героев имят. Мы читаем. Герои веры. Да, слава Богу. Но посмотрите их труд. Как они это получили. Через труд, через помазание Божие. Через веру они получили. И сегодня это ты, дорогой брат и сестра. Дорогой друг. Это сегодня ты. Потому что в тебе есть Божие помазание. Чтобы пройти дальше. Чтобы победить мир. Через веру и Божие помазание. Аминь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Возвать слава Богу. Мы заканчиваем нашу. Слава тебе, Иисусу. Давайте будем сейчас молиться. Молиться Богу за обновление. За обновление нашей веры. Не надо опускать руки. Знай. Не смотри, что у тебя получились и не получились. Не смотри, что ты получал и не получал. Смотри, что Бог говорит. Я новое творю. Новый день. Новое творю сегодня. Он творит это новое для тебя лично. Это новое будет благословить тебя. Потому что Он творит это новое твоей жизни. Халлелуйя. Ожидая от Бога постоянно новое. Ожидая от Бога постоянно благословения. Милости, помощи. Ожидай. Потому что это Он в твоей жизни. Халлелуйя.